Физкульт привет! Друзья и ученики и просто случайный зритель. Сегодня интересное видео о том, как правильно, грамотно и безопасно для вашего здоровья прогрессировать. Если же у вас все прекрасно, вы достигаете всех своих целей и в росте массы, и в росте силовых показателей, и хорошо избавляетесь от жировых накоплений, не тратьте свое драгоценное время и не смотрите данный видеоролик. Но, друзья, для большинства тренеров и тех, кто тренируется самостоятельно, данная информация будет крайне полезной и, самое главное, практичной, как мы это с вами и любим. Данная программа неспроста называется «Спираль прогресса». Что происходит в реальной жизни? Большинство людей тренируются, идя по кругу, и когда завершают свой какой-то виток, они приходят практически к одному и тому же месту. Грубо говоря, поднимаются по лестнице, но лестница, как в сказках про Алису или в каких-нибудь других сюрреалистических фильмах, приводят всегда в одно и то же место, на одну и ту же ступеньку. Грубо говоря, если вы начинаете свой подъем с лестницы на первом этаже, поднимаетесь, 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 условно говоря, тратите силу, энергию, но в итоге все равно оказываетесь на первой ступеньке первого лестничного проема. Что же такое спираль прогресса? Спираль, друзья, когда мы делаем с вами примерно все то же самое, но наши витки так расположены и приводят нас всегда как минимум на одну ступеньку выше, чем мы начинали этот виток. Другими словами, мы спокойно преодолеваем за один виток целый лестничный пролет. Если аналогия вам понятна и вы хотите так же прогрессировать, то слушаем дальше. Для того, чтобы так уверенно прогрессировать, нам с вами необходима периодизация. Другими словами, мы должны так циклировать наши с вами нагрузки, чтобы мы развивали и силовые показатели наши, и гипертрофию. Ну а то, будем ли мы увеличивать мышечную массу или избавляться от жировых накоплений, как вы понимаете, зависит от нашего питания, от наших затрат и получения извне калорий. Все это давно уже известно, поэтому не будем на этом останавливаться. Как же строить свою спираль прогресса, чтобы мы с вами постоянно находились на волне прогресса? Друзья, все очень просто. И лучшие примеры в бодибилдинге нам с вами пример. Извините за тавтологию. Возьмем два самых известных бодибилдера, которые совершили невероятный просто взрыв и полет в космос. При том, что на тот момент бодибилдинг был уже достаточно развит, уже были свои звезды, люди, которых постоянно узнавали. Мы с вами говорим об эпохах Дориа Наятса и о последующей эпохе, которая была, наверное, самой мощной и грандиозной в современной истории бодибилдинга. Это эпоха Рони Коллимана. Давайте смотреть, в чем здесь разница и какие мы с вами можем взять бенефиты из двух этих историй. Все очень просто. И Дориан Ятс сам об этом говорил уже в закате своей карьеры, когда огромное количество травм просто перечеркнуло карьеру великого спортсмена. Все дело в том, что Дориан тренировался всегда линейно. Грубо говоря, ходил по кругу, но благодаря невероятной генетике и приему фармакологии человек все равно поднимался по ступенькам выше. Что же делал Рони Коллиман? Рони Коллиман как минимум циклировал свои программы. У него были, если сегодня, к примеру, он тренировал грудные мышцы на 8-12 повторений, то в следующий раз, когда он возвращался к тренировке грудных мышц, это были уже движения на 6 повторений максимум. Также Рони практиковал и подходы на 3-4 повторения, когда исключительно занимался силовыми показателями. Многие люди не понимают и часто мне пишут, Егор, а где здесь логика, вот несостыковочки, смотри. Приводят мне в пример пауэрлифтеров, тяжелоатлетов и бодибилдеров. Первые и вторые, то есть лифтеры и тяжелоатлеты, намного сильнее, чем бодибилдеры. И при этом у бодибилдинга, друзья, как мы понимаем, мышцы развиты, а, как считает большинство, у пауэрлифтеров и тяжелоатлетов мышцы не развиты. И мне приводят это как самый такой противовес всем моим теориям и высказываниям. Но люди сами не понимают, что приводят в пример абсолютную чушь. Ведь если посмотреть, то основная масса билдеров тренируется исключительно по программам для гипертрофии. Пауэрлифтинг и уж тем более тяжелоатлеты никогда не занимаются по программам для того, чтобы увеличить мышечную массу, гипертрофию. Наоборот, эти люди стараются оставаться в одной и той же весовой категории для того, чтобы прогрессировать и доминировать. Понимаете разницу? А вот теперь, если соединить два этих показателя, тогда прогресс, особенно для натурального атлета, будет колоссальным, будет невероятным. Другими словами, если вы, кому как удобнее, будете тренироваться блоками из месяца или двух на силу, затем будет месяц или два на гипертрофию. Но мне больше нравится, как это делал именно Ронни Коллиман. Каждый новый тренировочный день на одну и ту же мышечную группу делать по-разному. Другими словами, на одной тренировке, одну неделю, к примеру, вы тренируете исключительно силовые показатели свои, а на другой тренировке, а на другой тренировке уже, скажем, на следующей неделе вы тренируете гипертрофию. Понимаете, какой получается шикарный спиральный виток, не круг. На тренировке, которая предназначена для развития силовых показателей, вы становитесь сильнее. И эту силу приносите на тренировке для гипертрофии, когда вы, уже работая исключительно в качковских режимах, используете большие веса, благодаря тому, что вы развили свои силовые показатели. А никому, друзья, и вам, тренера, я надеюсь, в первую очередь, не нужно объяснять, да, что если вы работаете при всех равных, поднимая на бицепс 30 килограмм, то это гораздо менее эффективно, чем если бы вы работали с 60 килограммами. Именно на гипертрофию. Так откуда, друзья, у вас будет развиваться сила, если вы над ней целенаправленно не работаете? Еще многие не понимают, зачем нужны такие упражнения, как становая тяга. Если с приседаниями многие, ну, точнее, не многие, некоторые еще соглашаются, что в бодибилдинге они нужны и необходимы, хотя большинство, кстати, считает обратное, то к становой тяге очень многие тренера, известные и даже мной уважаемые, считают, что становая тяга не нужна. Но мы с вами, грамотные люди, понимаем, даже если убрать все различные теории о том, что есть гормоны, выбрасывающие упражнения, а о том, что их нет. Выбрасываются гормоны от силовых, базовых движений или нет. Есть разница между базой и изоляцией. Она есть. И она в том, что именно базовое движение, такое как приседания и становая тяга, а заметьте, все, все лучшие спины бодибилдинга всегда делали и становую тягу, и подтягивания, именно для того, чтобы их спина была по-настоящему монструозной. Вам никогда не построить по-настоящему мощной, впечатляющей судей и обывателей широчайших, и особенно мышц поддерживающих позвоночник, вдоль позвоночника, которые расположены, без становой тяги. И, я думаю, никому не нужно объяснять, что именно становая тяга и приседания – это те два упражнения, которые задействуют абсолютно все в нашем организме, влияя на абсолютно все системы организма. Именно эти два упражнения дают стимул к росту не только каких-то целенаправленных мышечных групп, таких как ягодицы, квадрицепсы, бицепс-бедра, но и верх тела не остается без внимания. Он получает мощнейший допинг в виде увеличения. Как это связано, пока еще непонятно, но об этом говорят все, начиная с Арнольда и заканчивая современными бодибилдерами. Да, мы понимаем, что современные тенденции фитнес-бизнес-индустрии порождают действительно очень много фитнес-выкидышей. И, естественно, современные реалии диктуют им то направление, по которому они движутся. А движутся они по направлению меньшего, наименьшего сопротивления. Естественно, проще, когда приходит клиент посадить его в тренажер. Естественно, самому проще поработать в тренажере, чем работать со свободными весами. Одно накладывается на другое. Но давайте к практическим виткам нашей спирали прогресса. Я рекомендую делать следующее. Разделить наши с вами тренировки на три различные тренировочные недели. Начинать с вами мы будем с исключительно тренинга на силу. Где вы будете работать минимум на три, максимум на пять повторений. Используя околопредельные веса. Но самое главное, последнее повторение не должно быть для вас, друзья, бараньим. Как это называется в тяжелой атлетике или в пауэрлифтинге. Другими словами, вы должны так подобрать рабочие веса, чтобы вас не задавило на последнем пятом или, скажем, третьем повторении. Для этого необходим тренировочный дневник, необходим тренировочный опыт. И старайтесь так, неважно, сегодня вы будете работать на три или на пять повторений в силовом цикле, оставлять всегда рабочий вес на штанге таким образом, чтобы последнее повторение было для вас непредельным. Чтобы вы при необходимости и желании могли сделать одно или два лишних повторения. Которые нам не нужны, но в запасе они должны оставаться. Это мы говорим исключительно о силовой неделе. В силовом подходе к тренингу исключительно ради развития силовых показателей. Которые помогут нам в следующей неделе работать с большими весами. Соответственно, получать больший стимул к росту мышечной массы и пережиганию подкожного жира. Следующие две недели, они немножечко могут показаться попроще, но на самом деле они более тяжелы, чем работа на силу. Как мы поняли, с вами работа на силу не подразумевает, чтобы вы подходили к отказу. Вы должны останавливаться за одно-два повторения до отказа. Лучше за два. Когда же мы будем работать на двух следующих неделях, которые будут распределяться следующим образом? На первой неделе мы с вами будем работать от шести до восьми повторений. И восьмое повторение, друзья, подбирайте ваши рабочие веса таким образом, должно быть действительно последним. Другими словами, если вам нужно будет сделать девятое повторение в каждом рабочем подходе, вы не сможете его сделать не с правильной техникой, либо вас просто задавит. Это тоже приходит с опытом, и для этого тоже, друзья, необходим тренировочный дневник. Тот, кто максимально серьезно подходит к своему прогрессу, к тому, чем он занимается, всегда ведет тренировочный дневник. Невозможно без этого прогрессировать, тем более по спирали прогресса. Вы не удержите всю информацию в своей голове. Со второй недели разобрались. Третья неделя данного цикла будет от девяти до двенадцати повторений. То же самое, друзья, если вы захотите сделать тринадцатое повторение, вы не должны его делать. Соответственно, веса подбираются подобным образом. Поэтому сразу говорю, не спрашивайте меня, с какими весами работать. Я специально даю диапазон, коридор повторений, в который вы должны укладываться. Не меньше, но и не больше. Не переживайте, буквально за пару тренировок вы научитесь это подбирать. Друзья, все это работает только если вы прошли все мои программы, так называемые ступени. Или даже если вы просто тренировались и достигли определенных силовых показателей. Другими словами, перед тем, как переходить на подобные программы, убедитесь, что вы достаточно сильны в таких упражнениях, как приседания, становая тяга, подтягивания и отжимания от брусьев. Силовые нормативы я не буду здесь приводить. Они есть во всех моих соцгруппах, в статьях, в видеороликах, а также во всех моих книгах. Отдельно для мужчин не забывайте, отдельно для женщин. Друзья, если у вас будут возникать вопросы, а эти программы подходят абсолютно для всех, как для мужчин, так и для женщин, пишите их в комментариях. Я обязательно с удовольствием на все отвечу. И если где-то что-то непонятно, разберем чуть побольше. Еще, друзья, не забывайте писать комментарии, потому что для вас теперь это выгодно. Раз в месяц я буду выбирать самый лучший, понравившийся, впечатливший меня комментарий и дарить вам 250 баксов. Да, но это будет, конечно, в виде того, что вы сможете бесплатно вступить в мою закрытую группу. Так что, друзья, дерзаем. Все соцсети, которые вы мои знаете, начиная от Инстаграм, заканчивая Ютуб, лучший комментарий в месяц получает супер бонус. Подключай свою смекалку, Ольжи. Если по всем повторениям в наших тренировочных неделях нам понятно, давайте немножечко поговорим о рабочих подходах. Друзья, работая на силу, нужно делать от 5 до 10 рабочих подходов. Но 10 это та планка, когда вы уже на действительно серьезном уровне. Если вы среднячок, начинающий среднячок, останавливайтесь на 5 рабочих подходах. Это мы говорим о силовой неделе. В работе на гипертрофию в обоих неделях останавливайтесь на 5 подходах минимум на 1 мышечную группу. Рабочих подходах. Это может быть 2 упражнения по 3 и 3 рабочих подхода. Либо это могут быть 3 разных упражнения на мышечную группу, где рабочие подходы будут 2, 2, 1 или 2, 2, 2. Либо делайте просто одно упражнение в 5 рабочих подходах минимум на рабочую группу. Таковы условия гипертрофии. По крайней мере, современные исследования так нам говорят. Ничего сложного. Не забывайте о чистоте питания. И когда я говорю о чистоте, я имею в виду, друзья, не то, как часто вы питаетесь. Я говорю о качестве тех продуктов, которые вы потребляете. Старайтесь минимизировать поступление различных напитков в свой организм. Особенно, если ваша цель основная – это избавление от жировых накоплений. Ваша цель – перейти исключительно на чистую воду. Чем больше вы будете пить чистой воды и чем меньше будет поступать в ваш организм других жидкостей, тем лучше это будет для организма. И для набора мышечной массы, и для пережигания подкожного жира. Ведь вода – это наш основной катализатор всех процессов нашего с вами организма. Будь то жиросжигание, будь то набор мышечной массы. И без воды мы не туды и не суды. Ну что, друзья, надеюсь, данный ролик был вам полезен. Если это так, ставьте палец вверх. Если нет, ставьте палец вниз, то есть дизлайк. И обязательно напишите конструктивный комментарий, с чем вы не согласны, что вам не понравилось или, может быть, вы что-то просто недопоняли. Если у вас есть вопросы, также пишите их в комментариях. Вы видите, я на все отвечаю, на многие, даже делаю специальные видеообзоры. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Для тех, кому мои ролики просто супер заходят, не забывайте нажимать на колокольчик и делиться моими видеороликами в своих соцсетях. Увидимся уже очень скоро. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, хорошие новости. Вы постоянно спрашивали меня, где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы сможете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках, худи с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд.